В этом уголке, на территории следственного изолятора, журналистов еще не было. Здесь находится городок содержания служебных собак. Живут 10 немецких овчарок, которые служат в Уфсине. Ежедневно они выходят вместе с кинологами в караул, дежурят днем или ночью. У собак три разных профиля – разыскной, патрульно-разыскной и специальный. Псы должны быть большими, устрашающими, но очень послушными. Служебная собака является специальным оружием. Естественно, она должна иметь устрашающий вид, агрессивный вид по отношению именно к преступникам. Ну а к сотруднику теплые дружеские отношения между кинологами с собакой всегда есть, будут и они обязаны быть просто. Служебная собака сама по себе, конечно, является не агрессивным средством. Но в случае, если идет право нарушения со стороны преступника, собака автоматически становится тем оружием, которое предотвращает все преступления со стороны спецконтингента. Разыскных натаскивают на запах осужденных, учат агрессивно реагировать на спецконтингент. Задача таких собак – патрулировать зону и не допускать побегов. Идти по следу такие псы умеют лучше всего. В СИЗО так называемая специальная собака одна. Его зовут Мордок. Ему всего полтора года, но на его счету уже несколько результативных находок. Он периодически становится героем наших репортажей. Все-таки должен быть характер, стержень и, наверное, темперамент. И самое главное – желание кинолога. Без этого никак и никуда. Можно испортить любую замечательную собаку, если с ней не заниматься, если не развивать ее. Магнат работал более медленно, более степенно. Этот находит, ну, у него более интенсивный, как говорится, поиск, более высокая заинтересованность. То есть, ну, работает лучше. Мордок ищет запрещенные предметы в посылках, осматривает спальные помещения и автозаки. Его нюх настолько тонок, что он легко обнаружит любой вид наркотиков. На весь следственный изолятор приходится 10 служебных собак. Работают они до 8-летнего возраста, а затем выходят на пенсию. Чаще всего кинологи забирают напарников коротать старость дома. В этом году в Уфсине на заслуженный отдых вышли две собаки. Обучение проходят их сменщики – щенки немецкой овчарки. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иван Ла.